Мы соберем красные зерна и из них зафигарим кофе. Сегодня у меня новый опыт, я ночую в кемпинге. Мы с ребятами приготовили ужин. Бон аппетит! Доброе утро, планета! Вот я стою на балкончике нашего отеля. Отсюда открывается потрясающий вид. Правда немного облачно, но все равно круто. Вот там вот у нас есть бассейн, оказывается, внизу. Вот здесь вот горы, кормушка для птиц. Птиц пока нету, вон мандарины растут, или что-то похоже на мандарины. Вот это вот кормушка для калибри, кто не знал. Видите, здесь такой как бы нектар налит, а здесь сюда маленькие дырочки. Калибри полетает сюда, сует сюда свой нос, ну, клюв, и пьет нектар. Сендеро. Что бы это ни значило, проходишь практически по джунглям. И вот наш домик стоит. Ну, как наш, мой. Значит, соответственно, интересно, как надо попасть к бассейну, куда надо идти. Интересно было бы сходить. Вот, бананы, смотрите, растут. Это красные бананы. Видите, вот они, зачатки такие появляются. А потом вырастает целая гроздь бананов. А, еще хочу сказать крутую вещь. Смотрите, вот видите, вот тропа. И вроде бы обычная тропа, ты идешь и идешь. Но прикол в чем? Сейчас покажу вам. Ладно, так покажу. В общем, ты когда идешь, ты просто идешь и не обращаешь внимания. Правильно? А вот эти листья, они бывают еще больше размеров, ну, раза в три. Наверное, вот типа как вот такой вот лист бывает лежит. И под этим листом может прятаться все, что угодно. Даже под этим маленьким листиком может прятаться змея, скорпион и так далее. И ты идешь, ничего не подозревая по такой тропе, случайно наступаешь на них и получаешь... И получаешь неприятность. Вот это одна из вещей, почему здесь, ну, по джунглям ходят в длинных штанах, типа джинс, и в сапогах. Потому что большинство всех укусов, допустим, змеи приходится на, ну, вот на нижнюю часть стопы, на голени, точнее. По щеколотку примерно. Вот, ну, а сапоги, они вот до сюда. То есть это с запасом тебе при... Хватает тебе этого с запасом. Ну, а скорпионы, они вообще маленькие, как бы они кусают. Но скорпионы, как правило, не сильно ядовитые. То есть укус скорпиона, это примерно, как больной укус пчелы. Но опять же, есть от скорпиона, есть разные, есть очень ядовитые, есть не особо ядовитые. Самые-самые ядовитые скорпионы могут убить ребенка. Ну, то есть взрослого человека убить, возможно, не получится у них с одного укуса. Ацалента входит в знаменитый колумбийский треугольник кофейный. Перейра, Армения и Монизалис. В этом треугольнике растет большая часть всего кофе, произведенного в Колумбии. Здесь самый крутой климат для этого. Ну, все условия для этого есть. Ты сами видите, погода не слишком солнечная. Это нормально, потому что кофе не любит солнце, но в то же самое время ему нужно тепло и влага. Мы уже въехали на кофейную плантацию. Смысл такой, что ты едешь прямо вот посреди кофейных кустов. Вот так вот кофе растет. Он еще зеленый, потом он вызревает до красного, потом его собирают. Вот так вот мы едем. Вот так вот Мэтт снимает видео про кофе. В общем, мы пришли на кофейную плантацию. Нас отправили собирать кофе с такими штуками. Надо... Вот так вот она выглядит. Надо собирать только красные. Так, здесь красные наверху, но желтые внизу. Они подходят, вот там есть красные. Сейчас мы соберем красные зерна и из них зафигарим кофе. Блин, зеленые. А вот красные. В общем, вот таким вот макаром собираем кофе. Вот так вот происходит обработка. Только что мы делали это руками, если это делают машины, само собой понятно. Потом очищают дополнительный кофе. Ну, бабы, кофе, зерна. Потом по этой трубе попадают в эту ванну. В этой ванне замачивается на 14 часов. Вода спускается, попадают зерна в ту ванну. Там у нас проходит предварительную сушку. Убирается излишки воды. После этого он попадает вот сюда. В сушилку. В сушилке уже он сортируется на первый и второй класс. Ну, смысл такой, что эта штука трясется. Зерна. Вот этот черный, это отбраковываются зерна, выбрасываются. Зерна первого класса, здесь, наверху. Зерна второго класса, плохие зерна, идут вниз. После этого сортируется по мешкам, если клиенту нужны не обжаренные бобы. А большинство людей, большинство компаний, как раз, используют не обжаренные бобы. И обжаривают их самостоятельно. То есть в Италии, в Японии, в Германии самостоятельно обжаривают зерна кофе. Здесь их только сушат. После того, как они прошли эту процедуру, их уже можно обжаривать и варить кофе. Обычно я не люблю кофе, не пью его, но здесь, в Колумбии, начал пробовать с... Немного сахара добавляют, чтобы не было киньботки. Но он здесь гораздо вкуснее. Вот, всю чашку выпил. Вот так вот собирают. Потом перемалывают, ну, отделяют зерна от плижа. Потом сушат. Снова отделяют. Получается, ну, здесь отдельно плевло. Отдельно зеленый кофе. Потом его обжаривают. Самым лучшим кофе считаются средние обжарки. Это кофе высокого качества. Если кофе подгорело, его называют высокая обжарка. Это уже не такое высокое качество. Потом его перемалывают. Вот на такой штуке, ну, или подобие. Сегодня у меня новый опыт. Я ночую в кемпинге. Арендовал палатку, спальник и матрас. Сейчас пойдем в расположенность. Поставим наши палатки рядом. И приготовим еду на костре. И устроим такой бэкпекерский ночи, ужин. Ну, в общем, будем так жить. Одну ночь. Завтра, что утреца, я сделаю быстренький тур на лошадях. Часа на 2, на 3. И потом поеду дальше на юг. Потому что времени у меня остается все меньше и меньше. Осталось целых 3 дня до прилета группы. Я должен успеть все проехать. Но мне осталось чуть-чуть уже. Ребята разводят палатку, ставят палатку здесь. Мне ставят палатку вот сюда. Короче, тут полностью все включено. Даже установка палатки. Обходится с удовольствием в 40 тысяч песо. Пример. Это примерно где-то 13 долларов. Ну, около того. Она сейчас палатку поставит. И мы начнем готовить ужин. Купили в магазине все. Вот, значит, мой дом уже почти готов. Сейчас чувак все дособирает. Что-то он тут накосячил. Лишние детали остались. И он решил, что я могу без лишних деталей прожить ночь. Такой, мне кажется, я не помещусь в него. Слишком короткий. Буду спать по диагонали. Либо это дом для коротышек. Ну ладно. Будем пробовать сегодня. Давно не спал в палатке. А тут сплю в палатке сразу в Колумбии. Где-то посередине Колумбии. Где-то в богом забытом месте. Вместе с коровами, ослами. Под пальмами. Круто. Сейчас Мэтт готовится развести костер. Я скажу им, что ты готовишь для кемпфайра. Нет. Это свет для кемпфайра. Это розыжиг для костра. Сейчас он приготовит его. И будет готовить еду. И ты готовишь еду на этом. Айтал. Гудай айтал, мой друг. Окей. Гудай айтал. Вот такой пастовый датюнер. Паста с тунцом. Сразу кошка прибежала. Сейчас после этого мы закурим сигарку. У меня есть. Что ты нуждаешься, Марган? Лайд? Нет. Спасибо. В общем, сейчас будем кушать. И потом я пойду спать в палатку. Наше путешествие на лошадях заканчивается хорошим ливнем. Сейчас он уже почти закончился. Я весь мокрый. Как курица. Пока я не увидел других людей в пончо. И не нашел у себя за седлом тоже пончо. Я успел промокнуть просто весь. Ну вы сами знаете, что такой тропический ливень. Так что путешествие у нас получилось у меня мокрое. У ребят-то сухое, а у меня мокрое. Ну ладно, тем интереснее.